Всем привет! Ну что, у нас сегодня игра. Мне подписчица Ирина, за что ей большое спасибо, прислала от Леванты. От Левантики пронумерованные. Ну, как вчера я говорила, я, конечно же, потеряла записку, но она мне прислала на почту. Я открыла и быстрее закрывать. В общем-то, сейчас я сниму видео, расскажу, что и как я думаю по поводу ароматов. Я смонтирую, просто потом, наверное, посмотрю на почту и вставлю под номером, каким, какой был парфюм. И мне даже самой очень даже интересно. В общем, ароматов 5. Вот. В общем-то, да, слепые затесты от подписчицы. Достаем 5 парфюмов. Я недавно их тестировала, ну так, бегала. Мне, по-моему, четвертый понравился. Он такой свеженький. И еще какой-то мне очень понравился ванильный. Угу. Так, номер 1. Где-то у меня была ручка. Я себе нарезала бумажечек. Подписываю. Номер 1. Наносим. Номер 1 вот так пахнет. Знаете, я не буду, наверное, пшикать, потому что их 5 и слишком много. Я вот могу так вот намазиком, да, чуть-чуть. И сразу сюда нанесу. Ага, новенький. Видите, еще не пшикала. Так. С флакона аромат пахнет мне розочкой. Немного помадный. Чуть-чуть кисленько раскрывается на коже. Очень женственный, потому что роза. Явно здесь есть какие-то ягоды, потому что есть кислиночка. Вкусно. У меня даже пошло слюноотделение. Я вообще люблю, кстати, кисло-сладкие такие вот парфюмчики. Немного вот, да, он как будто слегка припудренный и слегка помадный. Но, скорее всего, вот эта помадность, это роза. Так. Ну, пока откладываем. Мне потом просто интересно будет даже самой посмотреть. Попозже вернемся. Может, как-то подразвеется. Так. Номер 2. Номер 2. Мало, мне кажется. Кстати, знаете, я заметила, что в основном ароматы... Ну, видно, что у одного человека... Допустим, у меня, как мне кажется, очень много сладких конфетных, цветочных. А здесь они такие... Тоже какой-то... Ну, не кремовые. Вот что-то такое густое. Так. Давайте я на кожу нанесу. Первый приятненький. Вкусненький. Возможно, даже здесь есть ваниль, но очень-очень мало. Он цветочный. Чуть-чуть припудренный. Кислинка развеялась. На коже ее нет. Интересно, что за аромат. Ну, если честно, вот такой он какой-то, ну, обычный, в принципе, не запоминающийся. Номер 2. Так, какой-то аромат до этого, значит, я тестировала, и я аж обалдела. У меня, знаете, чем пахло? Это не он ли? Может быть, он? Так, давайте еще нанесу на кожу. Помню, у меня прям с кожи так интересно раскрылся парфюм. Вот они все цветочно-пыльцовые, ну, пудра, пудра, такой, сухая такая пудровость. Так, отложим. Вот этот более загадочный, номер 2. На коже раскроется, понюхаю. Третий. Третий. Я не знаю, что за ароматы, поэтому я думаю, что у меня их 100% нет, поэтому я угадать никак не угадаю, я могу сказать только свое мнение. Третий аромат. Вот. Вот. Я думала, может, второй, потому что он тоже немножечко страновастый, но... Вот, третий аромат, я бы его даже себе купила. Он очень странный, это просто... Мне он пахнет персиками и побелкой. Просто вот, ну, когда стену белят, влажная побелка. Я, ну, вот, прям побелка влажная. Сверху, сверху персиков сладких, вкусных. Я не знаю, что это за аромат, я не представляю, что там в базе, ой, в базе, что в пирамидке, да. Но вчера или позавчера я тоже намазами на коже у меня точно так же он раскрылся. Я просто обалдела. Я думаю, о, персики, побелка, сверху побелка. Очень интересный. Мне прям интересно, что это за аромат. Я хочу быстрее узнать, потому что, ну, я прям побелку слышу. То есть, в этом есть некая какая-то, знаете, даже, может быть, чистота, да, уборка. Раньше все белили, значит, все чисто. Ну, вот, что-то интересное здесь есть. Сейчас побелка очень яркая, что даже персиков практически не слышу. Я не знаю, почему персики мне здесь чудятся, но побелка тут такая явная вообще. Четвертый аромат. Я его даже, видите, не нанесла на кожу, потому что на коже он мне вчера или позавчера абсолютно так же раскрылся. Так, четвертый аромат. Так. Это свежак. Это один единственный свежак, по-моему, из пяти. Я в прошлый раз его нанесла, и мы с мужем так сидели, и я его, говорю, а я, по-моему, на кожу, да, намазами на кожу, значит. Я говорю, попробуй, это мужской, мне кажется, аромат. Муж сказал, да, и я его причем где-то слышал. Потом аромат раскрывался, ну, как бы, долго. Потом я поняла, что это унисекс все-таки аромат, то есть девушка может его носить. Это все было раскрытие. Потом, конечно же, это женский аромат, это никакой не мужской аромат, это свежак. Это, знаете, на что похоже? Я помню, как-то я тестировала в магнит косметик парфюмы, как он там, семяки, да, вот этот вот. Потом я пробовала, в общем, какие-то свежаки, и там был от Булгари кристалл, да, он, по-моему, просто кристалл называется. Белый, вот это кольцо, сцепка, просто белая. И он так красиво раскрылся, именно свежим. Здесь аромат тоже пока что звучит как унисекс, но раскрывается он цветочно, очень прохладно, свежо, звонко. Вот я так ощутила этот аромат. Конечно, слепые затесты, знаете, это такое, когда в прошлый раз я с подругой проводила слепые затесты. С закрытыми глазами это совсем по-другому, да, или когда ты не знаешь, что за аромат. Потому что, я помню, я, значит, тестировала аромат, снятый от Арифлейм Люминесенс, и он вроде бы как, много кто слышит там кожу. И вот этот вот разноцветный, темный, да, такой, в общем-то, темный, скажем, флакон. И да, он ягодный, да, в нем нет сахара, но с закрытыми глазами это был просто чудеснейший свежак. Так, откуда я это взяла, видимо, визуально, когда видишь темный флакон, там, ну, в общем-то, представляешь темный, какой темный, красно-сиреневый, да, представляешь ягодность сразу. А там просто такой свежий, такой вкусный, что я думаю, неужели у меня такой есть. Долго раскрывается, кстати, вот этот аромат, соответственно, я думаю, что стойкость у него будет хорошая. И почему-то я думаю, что это тот аромат, хотя вряд ли, но тот просто, этот, не коралл, а кристалл, да, или как он называется от Булгари, беленький. Он был ярче всех и дольше всех звучал из всех свежаков, которые я пробовала тогда в Магнит Косметик. В общем, он до сих пор не раскрылся, он до сих пор немножечко звучит унисексово, потом он невероятно красивый, номер 4, мне очень сильно понравился. Я нормальная, я написала 4 на 1, обшикнула на 2, просто пустой. В общем, четверка, это прям фаворит, я бы очень хотела его купить. Теперь номер 5, последний у нас от Левант, пятый, мне он тоже понравился, самый яркий, самый громкий. Так, я боюсь, что очень долго будет он звучать здесь в комнате. Вот он. На коже, когда я его нанесла, на кожу, он на мне раскрылся, давайте, наверное, на эту руку. В прошлый раз, вот так же намазиком я наносила, не распыляла. Аромат на мне раскрылся, ну, в большей степени это ваниль, сухая ваниль, стручковая, не сладкая, что-то такое травянистое. И даже я откуда-то услышала в прошлый раз нотку кофе. Я не знаю, где я это взяла, но, в общем, аромат, ну, немного ванильный, но ваниль сухая. Вот прям травный такой парфюм, глубокий, очень шлейфовый, очень диффузный. Когда я рукой вот так, знаете, проводила, я ощущала вот эту ваниль, и, кстати, аромат у меня был очень сильно похож на парфюм от A1. Вы сейчас обалдеете, это Far Away классический. Нет, они, конечно же, разные. И сейчас немного по-другому почему-то аромат на мне раскрылся, но пока так. Так, едем заново. Первый номер. Вкусный, вкусный, вкусный роза, роза конфетки и кислинка, он прям вкусненький, он очень такой, ну, даже не то, чтобы у девчачи, он прям женственный, притягательный. Я не знаю, откуда я слышу розу, но, наверное, вот нотка помадности. Этот аромат тоже первый очень стойкий, потому что, когда они пришли ко мне, они же были вот в одном пакетике, и когда я ехала в машине, как раз таки я вскрыла, и я не распыляла, не открывала, а вскрывала крышечку, и каждый нюхала. И, знаете, все пять пахли одинаково вот номером один. Где он? Где он номер один? Номер один. Вот, хорошенький. Я, наверное, на него сначала сказала, что обыкновенный, да? Нет, он мне нравится, я бы его даже, возможно, носила миллилитров десять. И очень стойкий, мне это очень нравится. И мне кажется, он подойдет и на зиму, и на весну, вообще весной, мне кажется, превосходный. Такой девичий, вкусный, красивый, с розой. Вообще, представляете, сейчас как наговорю, а там нет этого вообще ничего. Вот будет. Ну, в общем, первый мне понравился. Второй очень странный аромат. Меньше всего про него я рассказала. Я слышу мыльность, шампуневость, пудровость. Но при этом аромат не про свежесть, хотя здесь прям пена такая, знаете, шампунь, прям пена. Мыльность, да. Мыльный. В общем, тоже неплох, цветочный, достаточно яркий. Но вот мне почему-то сразу видно, что владельца одна, вот мне так кажется. Знаете, когда вот как раз-таки подруга ко мне приходила на вот там прошлый затест, да, когда мы снимали видео, она сказала, ну, у тебя все такие. Ну, как это все такие, когда они такие разные? То есть, видимо, ну, чувствуется вкус. Неплох, хороший аромат. Третий. Так, троечка. О, побелка с персиками. Эта побелка никуда не уходит. Мне дико интересно вообще, что это. Вообще, что это? Я его прям даже на себя нанесу. Так, четвертый. Да, вот, уже идут цветы. Вы представьте, как долго раскрывается этот аромат. Вы представьте, какая мощь там все-таки в этом свежаке. Что это за свежак? Я бы тоже его взяла себе на весну. Я бы взяла первый, третий. Да, 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 да. Первый, третий и четвертый все бы взяла. А почему бы и нет? Так, и пятый. На что-то он так похож. Ну, это не микстурность, это, ну, это травность. Травность. Почему я слышала вчера какую-то ваниль? Ну, или вот, в общем-то, на днях, да? Почему на мне была ваниль? Сухая, стричковая. Я ее сейчас не слышу. Но этот аромат был на мне похож на Far Away. Ой, в общем, я тут надухарилась, особенно вот этим вот пятым. И знаете, мне кажется, я теперь буду этим ароматом сегодня целый день благоухать. А собиралась еще вам снять видео. Но, видимо, уже вряд ли, потому что ароматы люксовые. Это не Эйван вам, который, знаете, там как-то что-то где-то час, два, три успокоился. Нет. Ну, я бы, не знаю, купила бы пятерочку. Наверное, нет. В общем-то, мне понравились какие? Четверка, тройка. Нет. Единица. Единица, тройка и четверка. Да. Вот. Мои любимчики. Пятый. Вообще теперь ничего не слышу. Какой-то он, не знаю, сложный, кстати, сложный аромат, потому что вчера он так раскрылся. Сегодня вообще что-то другое, травное, но при этом, знаете, это не свежак, это не трава, это не неприятно, как, например, Эйван, кто там, Амбра, которые прям совсем жутко. Это довольно-таки приятно. Ну, это даже не ванильно, а, возможно, да, именно стричковая ваниль, вот такая, что-то такое сухое. Довольно-таки приятный, кстати, мне кажется, зимний аромат, не сладкий, при этом для меня он совсем не сладкий, то есть он очень даже носибельный. Я так предполагаю, что просто самый дикий шлейф, вот, в общем-то, пятый и первый номер самые яркие. А, ну, четвертый, ну, четвертый вот с крышечки или просто так он не выбивается, он просто очень долго раскрывается, очень красиво, звонко, свежо звучит. А все, значит, вот такое у меня получилось видео, рассказала, что думаю я, что чувствую я, конечно, сложно, когда вообще не знаешь, что и как и где, даже не предполагаю, что так интересно. Вот, рассказала, что мне понравилось, и вот, кстати, особенно четверку я бы прям хотела, потому что тройка это, ну, вот побелка, но это так, знаете, вот отливант поношу, потому что, ну, в побелке ходить, и он на коже у меня раскрывается так же, понимаете? Но это так интересно, вот этот аромат вы узнаете из тысячи, что это за номер три. Так, пойду смотреть, все, огромное вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, все, до новых встреч, пока-пока!